История нас, конечно, рассудит, но если я скажу, что Луганская область была сдана в 22-м году, я не знаю, я буду это доказывать всячески. Потому как Сергей Гайдай, назначенный сюда в 19-м году, сделал все, чтобы российские войска беспрепятственно вошли в Луганскую область по новым дорогам и заняли административные здания, отремонтированные для них. Введенные вопреки нарушения Конституции войсково-цивильной администрации не занимались абсолютно ничем, кроме разворовывания бюджетов. Они закупали белорусскую спецтехнику, масс, троллейбусы в Северодонецкое управление, снегоуборочные, мусороуборочные машины. Для ДСНС они закупали МАЗы в большом количестве. Эта вся техника осталась на той территории. Миллиарды вгуханы в дорогу и в развитие инфраструктуры ни дня не работавшего КПВВ «Золотое и счастье». Миллиарды. Абсолютно новая дорога была построена от Северодонецка до КПВВ «Золотое». Это 50 километров капремонта. Хорошо, а что они могли сделать, тот же Гайдай, и местная власть, и центральная, для усиления обороноспособности, и не сделали? Ремонт дорог и ремонт инфраструктуры – это нельзя сказать, что это помощь оккупанту. Это делалось для луганчан. Как это нельзя сказать? КПВВ «Золотое» не работало. Как в него можно было вкладывать миллиарды? Хорошо, что могли бы сделать, по твоему мнению, и не сделали? Эффективно организовать территориальную оборону. Этого было не сделано. И наш с тобой общий знакомый Виктор Лошко, он конфликтовал с главой войсково-цивильной администрации Попасной, потому что тот всячески саботировал создание территориальной обороны. Это все было и в Северодонецке, и в других войсково-цивильных администрациях области, которые созданы вместо ликвидированных местцевых рад. Только для того, чтобы эффективно организовать оборону гражданскую и территориальную. Ни одного бомбоубежища на территории Луганской области не было оборудовано. Ни одного. Не было организованной эвакуации. Вся спецтехника, все архивы, все это осталось на оккупированных территориях. Полиция занималась мародерством и изменой. Они не вывезли ни табельное оружие, ни спецтехнику. У меня есть информация, что около 150 автомобилей полиция оставила на оккупированной территории оккупантам. В том числе и табельное оружие, за что и застрелился начальник Стропельского райуправления полиции. Историю с начальником Северодонецкого райуправления полиции Толиком Мазуром. Ты помнишь, мы с тобой уже обсуждали. Он со своими замами попался просто на мародерстве. Они грабили магазины и квартиры жителей Северодонецка. Власти какой бы то ни было государственной на территории Луганской области после нападения 24 февраля не было никакой. Все сбежали. СБУ, обл. администрация, все ВЦА, полиция, все сбежали. Я там находился по 6 марта. Это все происходило на моих глазах. Они сдали область. И это все сделали Ермак и Зеленский. Так, кто из, мы когда-то эту тему поднимали, хочу еще раз просто напомнить, подытожить, кто из работников областной, даже не будем всех перечислять, а просто насколько их много, работников местной власти областной военно-гражданской администрации стали коллаборантами. То есть перешли на сторону оккупанта открыто после 24 февраля 2022 года. Насколько много таких людей? Да у меня таких данных нет. Отдельно мы с тобой обсуждали конкретно там, по-моему, из управления соцзащиты. Одна возглавила эту службу в оккупированной администрации Северодонецка. Работница Северодонецкой висково-цивильной администрации стала первым замом у главы оккупированной администрации. Это Стрюка Александра, полковника СБУ. У него там есть такая информация, что она с ним там в каких-то любовных связях состояла. Потом Станично-Луганская администрация висково-цивильно, по-моему, чуть не в полном составе перешла на работу к оккупантам. Потом, какие еще... Некоторые главы населенных пунктов, да. Некоторые главы населенных пунктов в рубежном, например. Ну, в рубежном портив, да, портив он как бы помощью группы Шахова пришел к власти. Тут уже висково-цивильным администрациям ничего не предъявишь. Кстати, группа Гайдая, она конфликтовала всегда с группой Шахова. Ну, опять же, за контроль над областью. А фактически проукраинскими не являлась ни та, ни та. Они за потоки, за финансовые боролись, за власть. Да. И последний на сегодня вопрос. Я хотела прочитать последнюю информацию о Ефремове. Я напомню нашим зрителям и тебе, что товарищ Ефремов был единственным и остается единственным, кто, ну, хоть как-то был наказан, потому что все-таки он побывал в СИЗО. Да, он не дожил, ну, не получил обвинительный приговор, но, тем не менее, какое-то время провел в СИЗО. Экс-глава парламентской фракции, парламентской фракции партии регионов Александр Ефремов 24 июля 2019 года, то есть уже при нынешнем президенте, вышел из СИЗО в городе Старобельске Луганской области, ныне оккупированном, да, я так понимаю, вышел из СИЗО в Старобельске и на внедорожнике Range Rover отправился в город Киев. И сказал гордо после освобождения, что хочет доказать, что многие регионалы хорошие и порядочные. Но что было дальше? А дальше Ефремов собирался, по словам Мураева, кстати, Евгений Мураев фигурирует уже из запрещенной партии нашей, фигурирует в числе тех лиц, на которых Россия делала ставку, когда она планировала за 72 часа захватить город Киев и там сделать свое оккупационное правительство, то оно должно было состоять из ОПЗЖ, до сих пор находящихся в Верховной Раде, Медведчука, естественно, который тогда был под домашним арестом, и в том числе Евгений Мураев должен был одним из кандидатов на то ли спикера уже коллаборанского оккупационного правительства Украины, то ли спикером, то ли кем-то еще в Верховной Раде. Ну, в общем, один из подельников Медведчука. Так вот, после освобождения Ефремова Евгений Мураев заявлял, что Ефремов будет в неочередных парламентских выборах в первой десятке оппозиционного блока. Так, знаем мы, что партия регионов разделилась на АПО-блок и ОПЗЖ. И Мураев собирался Ефремова вернуть в Верховную Раду с АПО-блоком, но АПО-блок туда вообще не попал. Тем не менее, Ефремов это и не подтвердил, и не опроверг, и в дальнейшем его следы потерялись. Значит, и где он находится сейчас неизвестно. Это последние данные на 2020 год. Мне рассказывал Ландик, Владимир, что вроде бы Ефремов уехал из Украины, но его следы, так сказать, растворились в тумане. Знаешь ли ты что-нибудь о Ефремове и, может быть, больше знаешь, чем я? И вот по поводу сказанного, что думаешь, что можно же добавить? Ну, о Ефремове ты имеешь в виду последние годы уже после Майдана, революции, гидности? Я имею в виду после его освобождения, после того, как он посидел в тюрьме, его освободили в городе Старобельске летом 2019 года. Мы ничего о нем дальше не знаем. Ты тоже о нем ничего не знаешь. Ну, я слышал, он и сидел-то не очень. Мне говорили, что он там у начальника Старобельской колонии просто дома телевизор смотрел, да и все. А после того, как пришли вот эти слуги Зеленский к власти, да, его освободили, да и все. И я слышал такое, что он просто спокойно выехал за границу и живет там где-то просто на людей не показывается, они афишируют свое освобождение, да и все. Ну, выехал не в Россию, а куда-то на Запад, да, я так тоже слышала, что куда-то... Может, и на Запад свободно. Ну, я так думаю, в России ему больше даже угрожает опасность, чем на Западе, потому как на Западе его пока никто не ищет. А в России он очень сильно поругался с Виктором Федоровичем Януковичем. И, скорее всего, тот его... Ну, он его после Харькова сказал с съезда, помнишь, назвал предателем, трусом. Было у него такое гневное интервью. И, как бы, наверное, Виктор Федорович захочет его наказать за это. Имеется в виду, Ефремов назвал Януковича предателем и трусом. Да, да, ну, когда они организовали Харьковский съезд, помнишь, было такое в 2014 году, туда должен был приехать Янукович, но он струсил и, по-моему, через три уехал в Россию. А съезд этот проводил Ефремов как глава фракции партии регионов. Ну, и Александр Сергеевич очень сильно прокатился по Януковичу, назвал его там нехорошими словами. И самый последний вопрос на сегодня. Ты все же настаиваешь, что Луганскую область не защищали должным образом, хотя, конечно, наши вооруженные... Подожди, я скажу, что ее сдали, скажем так, власть административная, но я не могу в этом обвинить войска, которые стояли до последнего три месяца, как, допустим, как может Зеленский или Ермак приказать 24-й Львовской ОМБР оставить попасную золотое. Львовяне этого не поймут. Или как они могут приказать там 3-й бригаде вот этой нацгвардии из Киева, с Гастомеля, которая находилась у нас в Северодонецке, а в это время их родных пытали в Буче и в Гастомеле русские. Как они могли оставить Северодонецк? Криворожская 17-я танковая, как она из Новотошковки могла была выйти? Открытого приказа им никто не мог дать. Но возьми, если взять полностью Луганскую область, то за 4 дня, вот с 24-го, и можно сказать, по началу марта, от Луганской области осталось всего полурайона бывшего Попаснянского. Это Северодонецк, Рубежный Лисичанск и Золотое с Попасной. Все, вся остальная территория была занята за 4 дня. Продолжение следует... Продолжение следует...